По милости Божьей, мы по всему миру передавали Евангелие очень активно, поэтому в этот раз две недели назад я отправился, был в Лос-Анджелесе, потом в Нью-Йорке, там же проводил семинар, и через море полетел в Германию, во Франкфурт, там проводил библейский семинар, а также в России мы проводили семинар. И вот я вернулся. Прошло всего-то две недели, но такое чувство, что жил совсем забыв о Ганнамской церкви, не было времени и подумать об этом, но по милости Божьей до вчерашнего дня мы в России проводили семинар. Пока я проводил семинар, что я в душе ощутил? Одинаковые же пастора и одинаковые же брат или сестра церкви, есть те, которые внутри Бога, внутри церкви, и те, которые внутри и за пределами их, и они очень сильно отличаются. Я это глубоко ощутил в этот раз. В этот раз, например, мы были в городе Воронеж. В Воронежской церкви там есть пастор, он был в Корее во время собрания и тренировки служителей. И вот, когда я прилетел в Воронеж, мы вышли в аэропорт, он собрал сто служителей, и они ждали нас, и мы провели собрание служителей. После обеда мы отправились в церковь, где он является пастором. Там было человек 300. Там мы провели пасхальную кантату. После пасхальной кантаты отправились в самый большой концертный зал, который вмещает 2500 человек. И там провели концерт хора «Gracias». Когда я вошел, смотрю, что у входа в зал, хотя уже время начало, очень многие не заходят в концертный зал. Я думаю, ведь столько времени прошло. Почему вы не впускаете людей? Но когда я уже зашел в зал, я увидел, что все 2500 мест были заполнены. был полный аншлаг. И, оказывается, снаружи стояли те, у которых не было мест. И человек таких было 500. Поэтому некоторые даже протестовали. Поэтому перед началом концерта, хотя администрация не хотела впускать и запрещала, но все равно мы впустили человек 500. Поэтому 2500 в зале и плюс 500, которые стояли в коридоре на лестнице, то на полу. И зал был полностью переполнен. И горожане в Воронеже, не знаю, как это правильнее выразить, их реакция на выступление хора «Gracias», можно сказать, было в полном, глубоком впечатлении. А я не достоин был такого приветствия. Но когда я пришел выше на сцену, мне очень обрадовались. И у меня было не так много времени на выступление. В Воронеж мы очень ранним утром отправились в Москву. И в Москве мы должны были провести мероприятие одно. Там мы провели семинар в нашей церкви. А в другой церкви мы проводили концерт, арендовали зал. И поэтому ранним утром нас провожал пастор из Воронежа. И знаете, что он говорит? «Можем ли мы снова поехать в Корею?» Я говорю, «Да, конечно, приезжайте. Здесь есть очень хороший хор. Можем ли мы поехать вместе с хором в Корею?» Я говорю, «Ну, этот вопрос нужно будет обсудить с дирижером нашего хора. А еще наш хор хорошо танцует. Они хотят выступить один раз с танцами». И я сказал, «Ну, что касается танцев, можете человек 30 провести. У нас есть как раз танцевальный фестиваль, сможет участвовать». Поэтому он очень обрадовался. И также он сказал, что государство выделяет им 2100 квадратных метров на создание теологической школы. Я сказал, я ему попросил, могу ли я отправить людей, чтобы обучать там. Знаете, один и тот же пастор, но он получил спасение в Боге совершенно другой. Прежде этого города мы были в другом городе. Мы собирались провести семинар в одной церкви, но нам они отказали. Председатель союза, он отказал нам. Мы должны были провести семинар в их церкви, но оказывается, что некоторые лица от Сумбогом церкви, они сказали о нас, что мы секта. Поэтому, когда пригласили тех людей, которые о нас так сказали, спросили у них, в чем мы, наша миссия является ересью. Они ничего не сказали на это. Но те пастора, которые помогают, помощники, они сказали, давайте лучше закроем этот вопрос. Поэтому мы не смогли провести там, в их церкви, семинар. Это было в Перми, и там был зал на 1500 мест. И мы за несколько дней всего арендовали этот зал. Зал был на 1500 мест. Я, когда вечером вошел, я так был удивлен, потому что не было ни одного свободного места, и зал был полностью переполнен. И после выступления хора «Грасиас», я немного выступал. Я говорю, я приехал в Пермь и не смогу забыть это. А почему? Знаете, по какой причине не могу забыть? Я говорю, я думал, что сегодня будет 10 или 15 человек. Я сказал, по правде говоря, мы должны были провести мероприятия в церкви, но случились некоторые дела, поэтому мы не смогли провести там. Я думал, что сегодня в зал придет только 10 или 15 человек. Но я так благодарен вам. Я не смогу это забыть. И я обязательно в следующем году сюда приеду. Когда они такие «Вау». И да, каждый приглашал нас. Одни и те же люди. Как написано в Евангелии от Иоанна, 10 главе. «Я есмь пастырь мой, и знаю моих, и мои знают меня». Иисус говорит так же. «И жизнь мою полагаю за овец». Когда я читал этот текст, я прочитал 9 главе, о котором я говорил еще в прошлый раз, говорится о слепом человеке. Человек слепой, он не вел духовную жизнь, он не знал об Иисусе, он ничего не знал, он одно дело делал, попрошайничал. И однажды он встречает Иисуса. И он не знает, кто такой Иисус, он не знает его лица. Нет, не знает. Но когда Иисус увидел этого слепого человека, он взял прах, взял брение, помазал им глаза. И он вполне к слепому сказал, да что вы делаете, уберите это. Но нет, он так не поступил, он ждет просто спокойно. Стоит, и потом Иисус говорит, иди в Силуан, я мойся. И он пошел в Силуан. Он не знал дорогу. И несмотря на все это, он пошел. Я подумал, почему он так поступил? Этот человек, слепой, его жизнь, он раньше думал, что этот путь хороший, это путь плохой. Нет, он совсем не мог это различать. От его решения, от его мнения, от его субъективного взгляда, он не мог по ним ориентироваться и жить. Он мог спросить, а где находится Силаму? Укажайте мне дорогу в Силаму. Хороший человек мог бы сказать, да, идите туда, и он добрался бы до Силама. Но в этом мире не только хорошие, есть и плохие люди. И они могли бы сказать совсем другую дорогу, в другое направление. И слепому приходится идти по тому, по которому ему указали путь, даже если он неверный. Я попробовал стать на место слепого, хотя я, конечно, не могу реально стать им, но в душе я попробовал стать на его месте. Внутренне попробовал, да, стать на его месте. Я много бы услышал, да, что хорошо, что плохо, то верно, то неверно. И вот этот человек слепой, кто бы ему ни говорил, но он не способен ориентироваться, надеясь, опираясь на свое суждение. Он никогда не видел дорогу, он не знает, он ничему не учился. Поэтому этот слепой человек, он не способен самостоятельно судить. Поэтому если хороший человек укажет дорогу, то последует за ней. Но если плохой человек укажет плохую дорогу, и несмотря на это, это же неправильная дорога, он не засомневается в этом. Ведь меня столько раз обманывали, надо мной столько издевались, опускали меня. Такой я слепой человек. Но он встречал не только плохих людей. Он иногда встречал таких хороших, как Иисуса Христа. Большинству нам Бог дает возможность и открывает путь, чтобы мы встретили Иисуса, дает шанс нам услышать глаз Иисуса, слово Иисуса. Даже когда мы слушаем голос Иисуса, мы можем ответить, а почему я должен пойти в Силам? И что будет от того, что я пойду в Силам? Разве мои глаза прозреют? Будет ли мне лучше? Я сейчас занят. Я и так мало ел вчера вечером, поэтому и так проголодался, поэтому я хочу сейчас просить денег, чтобы я мог поесть. Столько мыслей у него могли возникнуть в этот момент. Но в результате этот человек слепой, в отличие от тех, кто знает дорогу. Чем больше человек будет иметь больше опыта, больше знаний, он менее сможет принять голос другого человека, в том числе и хорошие слова, и плохие. Например, проповедник, евангелист. Я подумал, что для него труднее всего? То, что у него есть гонение, то, что он бедно живет, или то, что тяжело верится? Нет, не так. Например, у проповедника, у служителя бывают гонения, но от этого он не бросает дело. И это очень редкий случай, когда бросает. И от того, что плохо питаться, редко, чтобы служители оставляли свое служение. Это очень редко. Служители, которые передают Евангелие, когда они принимают слово Бога, они получают спасение, и он осознал это. Потом он проповедует Евангелие другим, и он видит, что другие получают спасение, люди меняются. И понемногу он занимает место стоящее. Этот человек, который слепой, он не может себя поставить выше. Он даже не знает, например, когда говорят, что роза красная, он не понимает, в каком смысле это розовое. Когда говорят, что роза красная, а листья синеваты, тогда они очень гармоничны друг с другом. Такое слово он не поймет. Своим суждением или по своему решению, или по своему субъективному взгляду он не сможет определить дорогу. Спасенные проповедник, они часто сходят с правильного пути именно по следующей причине, когда они думают, что как так? Я ведь правильно думаю, я ведь правильную мысль, мой способ правильный, у меня ведь есть своя дорога. именно по этой причине они сходят с пути и переходить в некоторую черту, они ставят себя выше, чем Господа и выше, чем Слово Бога. Здесь, в этот раз, в этой поездке я встретил пастора из Воронежа. Он был довольно пожилой, правда, он был несколько моложе меня, и все равно на вид он был даже старше меня. Мы очень ранним утром должны были отправиться в другой город, поэтому мы еще ранним утром в аэропорту завтракали. На завтрак мы ели йогурт вместе. И он говорил, что я хочу провести моих хор, в Карью также здесь строим теологическую школу, поэтому можете приехать в нашу теологическую и проповедовать. И он был очень искренним. И здесь мы видим, что в 9 главе слепот человек после того, как он встретил Иисуса Христа, в отличие от других, я подумал, как он может так? Он ведь не видит, что есть впереди. И это очень опасно ему идти в водоем. Если он упадет в воду, тогда как он выплывет? Потому что он не знает, в каком направлении плыть. И у слепых очень много сомнений. И если попадет в какую-то тяжелую ситуацию, для него это будет еще более трудно. Если ему укажут дорогу, тогда он сможет идти. Но так как он не видит, если даже плохой человек начнет его уводить куда-то, ему придет следовать за ним, за плохим человеком. когда Иисус сказал идти в Силам, тогда он не мог не пойти в Силам. Поэтому кто есть Иисус? Он ведь даже не видел его, верно? Иисус сказал мне пойти в Силам. Я не знаю, кто он такой. Но мне сказали пойти в Силам мыться. Я пошел носа и я прозрел в душе слепого человека. Когда он умылся в Силам и впервые увидел себя. Но в душе в зеркале души этого слепого человека очень глубоко сидел Иисус. Иисус сказал иди умойся в Силам. Или он сказал умойся в Силам. Или может бы сказал иди умойся в Силам. то есть или пойди в Силам умойся. Может быть и так сказал Иисус. Но главное что голос Иисуса был в душе этого слепого человека. И так как он не имел возможности судить хорошее место плохое место глубокий водоем или неглубокий водоем так как он не знает это слепое человек он не знает поэтому написано но как вы говорите что видите то грех остается на вас тот который знает видит особенно им будет труднее и тяжелее следовать за Иисусом потому что Иисус ведет по тому пути который всегда противоречит нашим пути так как мы знаем поэтому нам кажется что это трудно это так у нас и так но когда Иисус говорит слепому иди омойся саламе он пошел мылся как раз пастор из Маронежа он был очень похож на этого слепого он постоянно говорил что проведите в нашей церкви так мы провели кантату тот день был очень насыщенный у нас там было столько людей собралось А также у нас например есть парламент и так далее а там есть областная дума в Арнольжской области города и мы их пригласили на концерт также пригласили из пяти телеканалов журналистов они проводили интервью для нас тот пастор когда встретил Иисуса он начал вести совсем другую жизнь он очень желает приехать в Карю и возможно да он говорит своим собратьям другим служителям что вы должны поехать в Карю и увидеть сами что может быть не все соглашаются с нами в первую очередь но главное что в конце Бог действовал Библия нам говорит смотрите как Иисус говорит как Иисус говорит здесь итак 10 глава 7 стих итак опять Иисус сказал им истинно истинно говорю вам то я дверь овца и 8 стих все сколько их не приходило предо мною суть воры и разбойник овцы не послушали их Иисус который есть настоящий пастырь наш Иисус который спас нас грехов истинно когда мы слышим о нем о таком Иисусе однажды когда мы принимаем в душу его слова когда через наш слух попадает его голос и мы начинаем верить в него тогда происходит удивительное явление голос Иисуса может быть очень нежным заботливым или мягким нет не по этой причине и не потому что он громко говорит нет не по этой причине а дело в том что когда его голос его слово попадает в нашу душу это слово когда через воздух звук вибрирует попадает в наш слух самое интересное что в нашей душе пропадают мучения это слово да через слово наш грех он полностью омывается наша душа обновляется в силе появляется надежда в нашей душе ведь сколько людей на сегодняшний день из-за своих знаний из-за своих способностей из-за своих суждений следуют за ними и не могут следовать за Иисусом Библия очень много показала и кто показывается в Библии когда здесь был человек который не мог не последовать это слепой не знал кто такой Иисус какой он человек но все равно он последовал и что удивительно что он прозрел в конечном итоге этот человек который не может не следовать за Иисусом иудеи когда в субботний день они ругались что Иисус грешен потому что он не соблел не соблел субботний день например я был в Израиле как раз была суббота и там есть стена плача там многие фотографируются на фоне их охранники подошли до правых родителей сказали что вам нельзя фотографировать нельзя нажимать на кнопку в фотоапате а потом я спрашиваю одного человека который нажимает на кнопку не в камере а через такой отдельный пульт так вот оказывается был один знакомый человек который носил камеру на спине но все равно он фотографировал потому что у него отдельный был пульт да вот иудеи они были на этом зациклены так сказать их интересовал этот вопрос княжникова фарисе очень было важно знать принципиально было знать все это пунктуально поэтому и начали обвинять Иисуса но что очень удивительно что в субботний день Иисус прозрел и теперь принимают его за грешника он говорит воздайте славу слепому говорит воздай славу Богу мы знаем что тот человек тот грешник но это слепо очень мудро говорят он сказал в ответ грешник ли он не знаю одно знаю что я был слеп а теперь вижу то есть странно ведь тот который ты не знаешь того который сделал тебе который отверстили глаза если этот человек не от Бога тогда как он мог бы сделать мои глаза чтобы они прозрели вот эти книжники фарисеи которые изучали теологию когда они увидели что этот человек прозрел смотрите после того как этот слепой прозрел понимая голос слова Иисуса приходит мудрость его силы и когда его душа попадает в нашу душу многие люди так как в душе хранят очень много другого поэтому когда слушают слово Бога то очень многие мысли препятствуют им как так нет праведного ни одного а я праведный в этот раз когда я был я очень прямо говорил свободно говорил перед многими пасторами я сказал что многие пастора редко читают Библию просто берут извлекают один стих из Библии и говорят об этом стихе такой толстой книги ведь столько глубокой истины и как можно познать ее через прочтение от одного или не более двух раз я говорю что сначала я когда прочел Библию я не понимал но когда прочитал 30 раз тогда я понял некоторые силуэт черты Библии есть же церкви которые разделились Пресвитерианская церковь Методистская церковь Сумбоговная церковь или Пятидесятников церковь это потому что Библия настолько широкая и глубокая что многие обращают лишь на одну сторону Библии например в Пресвитерианской церкви говорят утверждают о существовании предрешенности числа спасенных людей и что такие люди которые были предрешены Богом они ни за что не погибнут но это не так это потому что они смотрят лишь на одну часть Библии те которые даже Бог избрал он те которые не в послушании он изгоняет например был царь Саул который был избран но потом был проклят Иуда Иуда Искариот также а также был израильский народ который был избран Богом но они также были оставлены Богом мы можем сразу заметить что эта теория о предрешенности числа спасенных это уже не верно Бог избрал да Бог назначил если он в послужании этот человек то получает благословение этот избранный человек но если он не в послужании тогда Бог оставляет в таком случае Иуда Искариот не должен был быть брошен царь Саул не должен был быть оставлен Богом но однажды Бог говорит Самуилу не молись мне более за Саула ибо я оставил его поэтому служители Пресвятерянской церкви они смотрят лишь одну часть Библии поэтому и говорят о теории предрешенности числа спасенных да и например есть цитата из Библии что нет праведного ни одного да они знают только об этом поэтому когда говорят что мы праведные они говорят ну ересь в третьей главе послания к римлянам мы точно видим то как много праведных например Мартин Лютер когда проводил революцию в христианстве он говорил что праведный верою жив будет и что праведный без веры не сможет жить верою оправдается когда праведный сможет жить и да но человек который не верит даже в это слово каким образом у вас может жить вера конечно не может Иисус пролил кровь на кресте он полностью омыл очистил который сделал нас оправдал очень много служителей которые не знают об этом несмотря на то что они служители очень много пресоветеров которые не знают об этом и говорят что если будете пожертвовать попадете в рай они громко об этом заявляют и таких людей очень много но это люди которые еще плохо знают но они ругаются что другие секта когда я прочитал 30 раз Библию я им говорил то я начал помнить лишь маленькую часть силуэт Библии но я объяснил в каких случаях становились правед в каких случаях оставались грешными и как проходил процесс становления праведным например в книге Оси написано ибо правые пути Господни и праведники ходят по ним а беззаконы падут на них или написано в Библии мой праведен в Библии написано что нет праведного ни одного да такое слово есть но если Иисус оправдал после того Иисус сделал человека праведным значит он праведен например однажды я был в Домниканской республике и многие пастора начали задавать вопрос поднимать руку у меня есть вопрос когда я сказал что я праведный вы что не грешили вы никогда не воровали вы не обманывали я говорю я очень много раз воровал говорю им вы знаете когда я был маленьким когда мы еще голодали я в нашей церкви об этом говорил десятки сотни тысяч раз об этом я хотел попробовать зерно пшеницы когда пшеница созревает оно становится сухой да во время стадии созревания с друзьями идете мы тихая заходим в поле потом срываем несколько пшениц веточек потом поднимаемся на возвышенность там мы жарим на костре а потом сдуваем все лишнее и едим зерна пшеницы я думаю можно посмотреть в поле пшеницы чтобы попробовать снова с братьями и сестрами наши церкви конечно в то время и нынешнее время они отличаются да когда мы находимся в Боге очень много удивительного что например Евангелие от Иоанна в первой главе в первом стихе написано в начале было слово и слово было у Бога и слово было Бог оно было в начале у Бога все через Него начало быть и без Него ничто не начало быть что начало быть в нем была жизнь и жизнь была свет человеков и свет во тьме светит и тьма не объяла его когда свет во тьме светит и тьма не объяла его мы не можем не знать свет, да? Ведь мы все время, да, видим свет. Например, даже если бы не было электричества, тогда везде было бы темно. Как здесь написано в слове, что сначала было слово, слово было у Бога, слово было Блох, и в нем была жизнь, и жизнь была свет у человека. Поэтому жизнь оживает, да, у человека есть потребности. Вот то, что они меня вели, да, потребности плоти, да, например, желание есть, желание спать, желание развлекаться, желание жажды, удовольствия. Вот что нас вело. Но теперь в нашей душе, когда Иисус вошел в нас, тогда мы можем и поститься, мы можем препятствовать нашим потребностям плоти. Проходим через трудности и тяжести, и боремся с нашими потребностями. Поэтому наша жизнь, она переходит на более удивительный уровень. После спасения мы начинаем вести очень ценную жизнь. Сатана постоянно действует во всех наших путях. Например, у Иисуса было 12 учеников, «Ведь есть Иуда Иисус, который предал Иисуса». Было дело, когда я опирался в одну церковь, и мне говорят, «Почему вы назначили такого-то человека нашим пастором?» Мне один брат говорит в церкви. Я говорю, «Простите, пожалуйста, я такой же, как и он. Среди пасторов, которые в нашей миссии не было ни одного, кто бы из сражения был готов стать служителем. Особенно пастор Ким Ги Сан, в жизни которого сняли фильм, называется «Будет большим». Нельзя было его называть таким названием «Будет большим», правда, с таким плохим оттенком, но фильм получился так, с таким названием. Он был человеком, которого нельзя было обуздать. Даже однажды он начал противиться мне. Но почему? Почему Иисус сделал его таким? У плоти есть мысль, что он хороший. Например, когда на него подняли нож, он взял руками нож. Сначала пастор Ким Ги Сан, у него с руки начала капать кровь, и тогда его соперник начал дрожать со страху. И он говорит, «Перед тем, как ты меня убьешь». Ну, то есть, он угрожал, и не могли бы его никак опуздать. Например, в СИЗО, я когда послушал, да, правоохранителя, которые работали в СИЗО, невозможно здесь использовать такой одаренный, но он был, да, особенный. Например, в тюрьме использовали печку, там использовали кочергу металлическую. Он нагревал эту кочергу в печи и потом отламывал этот кусочек от кочерги и бросал в землю. И потом он тихоря доставал его, точил его каждый день и делал из него острое оружие. И однажды он поставил чай из кочерги и угрожал правоохранителю, да, сторожу СИЗО. И он говорил, «Я из-за вас, да, правоохранители, страдаю в этом мире, поэтому я хочу отправиться в другой мир. Так, позвольте мне отправиться в другой мир, только не одному, а с вами, правоохранителю». Таким он был пастор Ким Ги Сан. И когда мы слышим, что братья-сёстры, новые люди начали получать спасение через его, это очень удивительно, это очень красиво. Когда у человека проявляется плоть, очень больно. Почему? Потому что ведь Иисус, Слово Иисуса, попадая в наши души, мы молимся к Богу, и мы становимся похожими на Господа. Но от этого, чтобы мы становимся похожими на Господа, это не значит, что у нас отсутствует плоть. Совсем не так. Потому что мы любим поесть, и я в том числе. И нельзя сказать, что вы не любите. Мы все любим хорошо поесть. И есть столько условий, чтобы мы могли жить по плоти. В нашей душе Иисус помогает нам побеждать искушение плоти. Иисус в нас помогает любить. Иисус, Который умер на кресте, Который любил нас, Который не мог спать, Который был изъязвлен, Который был ранен за нас. Он голодал, не спал. Если бы он, проходя через трудности, подумал бы, почему я всего этого должен проходить, тогда это стало бы проблемой. Простите еще раз. Сегодня утром на самолете я должен был пролететь в международный аэропорт Инчан в 9.50 утра. Если бы я прошел бы через таможню, то где-то вышло бы из аэропорта в 10.15. Потребовалось бы, конечно, минут 40, чтобы приехать до церкви, но в таком случае я бы приехал в церковь только в 12 часов. Я хотел поменять билет на самолет, но не хватало билетов на самолет. Не было прямых рейсов. Итак, я должен был приехать в 9.50. Но интересно, что сегодняшний самолет, который должен был прилететь в 9.50, он прилетел в 9.10. Возможно, вы много молились, и Бог немножко подул так. Поэтому самолет быстро прилетел. Я за это очень благодарен. Но интересно, что когда самолет он встал, мы должны были подсоединиться к мосту, да, и нелегко удавалось. Обычно одной минуты достаточно, но где-то мы минут 12, да, вот так стояли в самолете, ждали. Я хорошо бегаю как раз. Я взял сумку, побежал. Я всегда бегаю первым, потому что у меня есть внуки. Правда, не сейчас, но я раньше очень часто бегал с внуками. Итак, я сегодня приехал пораньше, я успел отдохнуть даже, спустился, да, и успел привести себя в порядок. Итак, когда работаешь, занимаешься делами, мы видим, что Богу угодна наша жизнь. Но что удивительно, что даже если, не потому что я хороший, не потому что я умный, имею много знаний, образованного, нет. Для Бога кто наиболее угодный человек? Да, красивый человек, красавица? Нет. Для Бога самый угодный человек тот, который принимает Его Слово. А также для Бога самый ненужный, бесполезный человек. Тот, который говорит, что у меня столько знаний, у меня всего достаточно, и отказывает от Слова Бога. Поэтому этот слепой человек, который здесь, с точки зрения мира, он совсем никому не нужен, бесполезный, он ничтожный человек, этот слепой. Разве там была школа для инвалидов или школа для слепых? Нет. В то время просто бросали на улицу, ему приходилось попрошайничать на улице, просить милостыни и жить тем, что заработал в день. Но что у него было? Он не мог самостоятельно судить. Он не знал. Он не знает, что такое красный цвет, не понимает, как говорят, что роза красивая, или говорят, что ночное небо светится ярко благодаря звездам. Да, как светло. Он это не понимает. Совсем не понимает. И, например, моя мама имеет очень заботливое лицо. Что? Заботливое лицо? Это как? Заботливое? Что это? Ему непонятно совсем эти слова. Непонятно совсем эти слова. И все, чтобы он не прочитал, он всегда ошибится. И главное, что этот человек, у него нет возможности самостоятельно судить. Он не способен самостоятельно судить. Поэтому, даже если есть плохие люди, которые ведут его, но Бог всегда дает каждому человеку один раз возможность услышать Слово Бога. И мы это видим здесь. Даже такой человек, как я, также услышал Слово. Встретил Слово. Принял Слово. И это Слово вошло в мою душу. И когда оно вошло, то удивительно. Чудесно. Сколько бы я ни старался, я не мог освободиться от своих грехов. Но когда Слово попало в мою душу, тогда все мои грехи, они полностью были, да, разбиты им. А я праведный. Я оправдан. Я осветился. Я чистый. Так был впечатлен, глубоко впечатлен этим. Я радовался. Это было очень удивительно, интересно читать Слово. И видел, как многие получали спасение. Я общался. В какой-то момент я стал, да, занимать большое место в своих глазах. Не был слепым человеком. Я ослал Библию. И через Слово начал видеть. Однажды подошел мне один человек в церкви и говорит, ваше Евангелие, которое говорит о переходе греха через возложение рук, оно неверное. Я говорю, почему это неверное? Потому что Иисус, Он взял на себя грех. Я говорю, да, и с точки зрения временного мира, это да, это может быть понятно, потому что там есть прошлое, настоящее будущее. Ну, и тогда оставались бы грешники. Но в вечном мире нет такого понятия, как прошедшее, настоящее и будущее. Поэтому, например, в 53 главе книги Исайя, в 6 стихе написано, «Все мы блуждали, как овцы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Да, здесь имеется в виду на Него, на Иисуса. А Исайя, он жил за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Поэтому мы видим, что он здесь использует в прошедшем совершенном виде глагола. Как это объяснить? Я говорю, что вы совсем не знаете Библию, но вы пытаете наставлять того, которое вам пытается передать Слово. Я говорю, прочитайте 1 главу 29 стих Иоанна Гриста. Иоанна, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он говорит, ну это не так написано на языке оригинального. Я говорю, ты знаешь еврейский язык? Ты знаешь еврейский язык? Греческий язык. И он говорит, простите. Он начал просить прощения. Что я хочу сказать, что многие люди, зная совсем маленькую часть, они этим пытаются поднять себя. Но в какой-то момент они начинают недооценивать Слово Бога, недооценивать Бога, Господа. Иисус ставит себя выше их. Здесь мы видим следующее. Евангелие от Иоанна мы видим. И опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овца. Все, сколько их не приходило, предо мною суть вор и разбойник, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет в мною, тот спасется. Он говорит, я есть дверь. Мы должны пройти через дверь, называемый Иисус. Говоря проще, наши суждения, наши мысли, не через них мы должны идти, а через дверь, называемый Иисус, где есть воля Божия, где есть душа Бога, где есть любовь Иисуса, где есть сила Иисуса, которые, они должны накрыть нас, когда мы будем проходить через дверь, называемый Иисус. И мы должны войти. Когда сила Иисуса войдет в меня, освободит меня полностью от грехов, когда Иисус войдет в меня, тогда все вопросы, сомнения, которые у меня будут, даже если они будут, я смогу их одолеть через Иисуса. Иисус одержит победу, я начну жить через Него. Когда мы сталкиваемся с такими делами, слепой скажет, слепой поступит по Слову Бога. Смотрите, слепой даже не знал, кто такой Иисус. Он даже не знает, кто он такой. Но все равно, он человек, который не может сделать, начать, а как послушать Его, как скажет Иисус. Но многие люди, знающие, все равно не последуют. А он, смотрите, он сделал, как сказал, умылся, и он прозрел. Когда он прозрел, он стал совершенно другим человеком. У него появилась мудрость. Когда он прошел через дверь, называемый Иисус, Иисус вошел в Него. Да, часть Иисуса была видна на Нем. Поэтому та мудрость, та любовь, благословение Иисуса, которое раньше не было у Него, вот они начали полностью вести Мою Душу и заполнять Мою Душу. Посмотрите, пожалуйста. Я, Есим, пастырь добрый, и знаю моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Теперь мы знаем Иисуса. Мы знаем Иисуса, который умер на кресте за нас. Мы знаем Иисуса, который осветил нас. Мы знаем, каким образом нас осветил, Мы знаем, как Он спас нас. И мы под Его руководством, когда Он нас ведет, когда Иисус проявляет себя в нас, когда мы слушаем и принимаем Его Слово, тогда то явление, которое происходило через Иисуса, хотя бы в маленьком виде сможет проявляться через нас. И это, эта мудрость, эта любовь, есть не я, это есть Иисуса. Когда я становлюсь мудрее, лучше, умнее, я начинаю пренебрегать Словом Бога и уничижать Слово. И другого пути не остается. Когда мы получаем спасение, у нас остается то, что мы хотим есть, желание лучше питаться, одеваться и так далее. Потому что у нас есть плоть, но когда мы следуем за плотью, мы часто колебляемся то в сторону плоти, то в сторону духа, то в сторону плоти, то в сторону духа. А оказывается, плоть это противоположная сторона духа. Но я же не могу голодать совсем. Я же не могу совсем не спать. Я же не могу не одеваться совсем. Но, да, даже если мы едим, впереди мы ставим Иисуса. Едим для Иисуса. Даже если одеваемся для Иисуса. Даже если мы спим, так же, Господин, для Иисуса. Именно так жить. Да, с любовью к Иисусу. Кто-то после того, как получил прощение веревов, снова приходит жажда к плоти, к развлечениям, удовольствия в плоти, когда они начинают вести нас. Тогда вот есть Иисус, есть Саул. Помните Саул? Когда Бог сказал им, уничтожь все и среби все, но Он оставил скот, чтобы их приносить в жертву Богу. Даже если Он так подумал, но если Бог сказал истребить, нужно было истребить все, но Он последовал за своей мыслью. После того, как мы получили спасение, я впервые понял, что есть любовь Иисуса. Например, в Филиппинах ежегодно во время Пасхи распинают человека на кресте. Есть даже добровольцы, которые соглашаются на это. И правду человека распинают в прямом смысле на протяжении пяти минут. И потом просят, чтобы его быстрее освободили, потому что забивают в гости прям в руку, в ноги, инсценируют прям настоящую сцену, сцену распятия Иисуса Христа. Но, честно говоря, на мой взгляд, это вызывает у меня не столь приязнь, потому что в некотором смысле Он имитирует смерть Иисуса Христа. А Иисус, Он уже умер за нас. Понимаю, если бы этот человек был бы распят, чтобы освободить нас от грехов, но уже нет смысла больше смерти в виде распятия. И это же не значит, что если его распяли, значит наших грехов станет меньше или как-то поможет. Нет. Поэтому, честно, я сказал, когда мне предложили посмотреть, я отказался. Потому что мне смерти Иисуса Христа достаточно. И смерть Иисуса Христа полностью омыл наши грехи, очистил наши грехи и отдал свою жизнь. Чтобы спасти нас. Поэтому мы поняли, что есть любовь. И благодаря Ему мы можем жить. Благодаря Его любви. И что удивительно, что мы приняли Слово Божие. Одного Слова Бога, когда попадает в нашу душу, достаточно, потому что оно освобождает нас от грехов. Это Слово приносит благословение в нашу жизнь. Это Слово, которое попадает в нас, меняет нашу жизнь. меняет нас, помогает нам служить другим. Позволяет нам служить другим. Я говорю, станьте служителями, будьте служителями, будьте евангелистами. Почему это хорошо? Как я могу это описать? Причина лишь в одном. Если вы станете служителем, вы сможете передавать Евангелие в году, в году, даже если вы хотя бы одному передаете, и он изменится, это хорошо. А иногда бывает, что за один вечер меняются очень многие люди, в том числе служителей. Не представляете, как это описать? Для такого благословения, даже если меня будут пренебрегать, мной будут пренебрегать или игнорировать, что от того, что все это происходит, если я проповедую Евангелие? Но мы, если посмотрим Библию, да, написано, например, в Библии написано, что Иисус за нас печется, и мы следуем за Господом. Так Библия говорит, но Сатана нас обманывает, что мы следовали за плотью, чтобы каждый день, да, Сатана нам говорит, так будет лучше, так будет спокойнее, ты будешь счастливее, а иногда следуешь за этим. И мы видим, что я шел по пути, противоположные пути Бога. Поэтому мы познаем любовь Господа. В церкви, братья и сестры, пожалуйста, много молитесь, даже и финансово поддержите, чтобы могли купить билеты на самолет, чтобы могли помочь церквам, которые терпят трудности в жизни. И также, чтобы мы могли Евангелие больше свидетельствовать. В этот раз в Спрингфингде мы купили здание, будет получать спасение служителей. И там получили спасение церкви более ста тысяч служителей. Также один пастор подошел и говорит, что моя жена пастор и мой сын пастор, я хочу, позвольте, чтобы... Да, он искренне попросил, чтобы мы научили их семью. А один пастор говорит, что вы знаете, у нас достаточно... Мы живем в достатке, поэтому мы можем прилететь сюда. Но много людей из нашей страны, кто не может позволить себе купить билет сюда, вы не могли бы приехать в нашу страну и там проводить занятия. Вы не могли бы проводить занятия по Евангелию для нас. Очень много людей. Также в Нью-Йорке мы проводили в этот раз семинар. В Нью-Йорке мы во всех, да, перед библийским семинаром сделали объявление, что мы будем молиться за вас. И правда, очень многие люди пришли. Да, кто-то говорит, что мой сын заболел, да, неизлечимой болезнью. Что делать? Он говорит, пожалуйста, помолитесь. Не знаем, что делать. Мы вместе молимся за них. вместе сострадаем и передаем Евангелие. Кто-то говорит, да, что с мужем, ну, никак не можем общаться. Так трудно общаться с ним. Есть те, которые с такой проблемой обращаются. Есть те, которые обращаются с такой проблемой, что муж имеет алкоголезависимость, поэтому никак не можем освободиться. Поэтому помогите. Имеет наркозависимость. Мы думали, что никто не придет, но оказалось, что от приглашения, что мы помолимся за вас, вышло 30. Они приходят, мы молимся и передаем Евангелие. В Америке, в Нью-Йорке есть район, называется Харлем. И это очень такой жестокий, очень страшный район. Это пещера наркотиков. И было дело, когда здания стоили там всего один доллар. Да, квартиры стоили один доллар. и никто не хотел приобретать здания там. И наши братья и сестры Америки в Харлеме купили молитвенный дом прямо в центре города. И каждый день ходили по улицам, раздавали пригласительные. В какие-то дома заходили и видели, что в квартире прямо на полу ходят в туалет, не в туалете. Кто-то принимает наркотики. И говорили, ребята, куда вы заходите? Сюда нельзя заходить. Вы не знаете, что это за район. Но понемногу Харлем начал меняться и нам начали говорить, вы меняйте наш район. С каждым днем Харлем становится другим. Появляются новые спасенные люди в Харлеме. Поэтому есть наркоманы, есть преступники, те, которые носят оружие. Но в тех, кто носит Библию, не стреляют пистолетом. В тех, которые носят Библию, не ругают, они говорят, ничего себе, вы пришли в такой-то район, они нас тепло встречают, говорят, мы пришли, позаботиться о вашей душе, проходите на Библийский семинар, и они приходят. В Нью-Йорке, в Манхэттене есть большая церковь, церковь, на 2-3 тысячи человек, но там собирается 15-20 человек, и большинство это пожилые люди. Да, поэтому в Нью-Йорке церкви очень многие именно для пожилых людей, но когда они приходят в нашу церковь, видят, как это у Пасра Пак столько молодых людей. Да, это просто молодежь поехала в Нью-Йорк, у нас тоже есть пожилые люди в нашей церкви, но они просто не поехали в Америку, они не видели. Но когда они верят в нашу церковь, они удивляются. Например, в Филиппинах мы несколько часов ведем народные танцы. Сначала так стесняются между собой. Я когда посмотрел результаты исследований психолога, оказывается, что чем больше парни проводят время в отдельности от девушек, тем больше преступности. Поэтому, когда ведут народные танцы, то приходится держать друг другу за руки и вместе танцевать. Поэтому вначале они стесняются, а потом очень активно, радостно, счастливо танцуют. И после мы передаем наши слова, они слушают Евангелие, получают спасение и видим, как Бог удивительно действует. Слово, которое написано в Евангелии от Иоанна, это слово не пастор, которое обращается к пастору или пастору Легаму. Слово Христа попадает в нашу душу, оно дает прощение грехов. Все мы люди Божьи, все мы овцы Божьи. И как он написал, пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Поэтому мы, те, которые жили за своей плотью, я не говорю, не нужно одеваться, я не говорю, не нужно питаться, я не говорю, что нужно жить в печере, совсем не об этом говорю. Да, мы будем есть, но давайте для Иисуса, давайте спать, но также для Иисуса, даже когда мы будем покупать одежду, одеваться будем для Иисуса, обуваться также для Иисуса, для того, чтобы, потому что Он, Иисус, говорит, что и жизнь мою полагаю за овец моих. Давайте в Иисусе мы в благословении, в славе Божьем будем жить и желать, чтобы вы были таковыми. Сатана будет постоянно обманывать, как у Иуда Искариотта. Столько мыслей, грязных, нечистых мыслей, развратных мыслей. Да, иногда мы будем следовать за этими мыслями, но когда слово Иисуса будет попадать в нашу душу, это слово будет одерживать победу, и мы будем, как овцы Иисуса всегда славить имя Господа. Я уверен, что наша жизнь будет благословенной. Редактор субтитров Корректор А.